всем привет с вами джок и сегодня у нас снова red alert вы его очень хорошо смотрите поэтому я его буду очень оперативно делать тут у нас совет на совет советский союз против советского союза так сказать внутри партийная чистка фиолетовый против этого кто же победить давайте посмотрим кто из них первый а по sound это желтый совет и classic бот год классический бог это фиолетовый совет карта называется вроде холодная война или ледяная война что-то подобное вообще это неважно игроки опять кричит нифига медведевого из здания выковырял вот это мощно мощно а тут здание уже было занято 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 я так пойма желтый медведь такого не умеет этому штук фиолетовых медведей вот тут медведь подловит инженера и инженер беги беги спасайся от медведя инженер беги спасайся нет ничего теперь нет все помер тут еще медвежатник тут еще инженер тут еще призывник здание занимаются и как всегда одно и то же с двух сторон я из только отличие есть все таки у желтого строится именно а с а у фиолетовая энергостанция возможно фиолетовый выйдет в море по крайней мере энергостанция на это намекает но как всегда это все не точно как видим на корейцах 4 таких моста вот вот таких вот но не ломается поэтому скорее всего на них сражаться игроки не будут слишком опасно потому что вдруг кто-то из игроков решит сломать мост и вся твоя армия пойдет плавать она даже плавать не пойдет она просто умрет хотя на самом деле те же самые лодки тут небольшое расстояние вот такое они могли просто на воду упасть и продолжать атаковать штурмовой медведь идет на базу противника на базу фе для того чтобы разведать что же у него такого интересного тут от фиолетового выходят паучки разных размеров серпы и зонды подрывники зон кажется замечать медведи и съедает его медведь падает замертво желтый все еще делает медведей много у желтого есть три танка молот и серп молот жалко нет танка но на ковальне было бы и очень интересно очень интересно так с другой стороны у фиолетовые зонды подрывники и серпы кто же победит по идее тут у желтого у него появился четвертый молот однако завод уже приготовил ему еще одного молота только уже для фиолетового желтый продвигается вперед чтобы размазать фиолетового судя по всем по земле но в бой вступает мсс и еще два молота прямо из завода вот новенький чистенький только что отмыли давить ему сцене получается а вот теперь что это такое ну чё-то назад сдаешь вот же перед тобой серп дави его вообще-то тут а тут дроны подрывники очень хорошо помогли задержав технику поближе желтого убегает потому что он в прогнозе лишь про им заблитых языка это в проигрышной ситуации здесь живет здравствуй штурмовой медведь мне кажется он тут долго не проживет даже да да а тут драка дронов все друг другу стопорят мол ты заезжать приема в экономику советскую и здесь 7 запрыгивать тот самый серп который выжил молотов обнаружили и этого очень прискорбно для самих молотов как-никак два танка и дрон змейка у желтого походу тоже дроны змейки появились и он грызет танк молот советский команд будет продолжать работать или нет здесь серпом разобрались и он приостановил комбайн работу да тут дрон закопался на пляже и стопорит серпа это очень грамотное решение подрывник имеет больше радиус атаки и поэтому рано или поздно он сожгет этого серпа здесь уже каратель но и голиаф тоже неподалеку сломать не получилось хотя бы очень почти почти вот совсем чуть-чуть кажется комбайн а зачем он возвращается как учениц собирается совет у него же нету починки а он сюда возвращать наверно здесь все еще дискотека электрическая с приколами от дронов подрывников и тут наконец-то подрывник разбирается с этим серпом массы качует и собирают ресурсы если что у афель то есть небольшое преимущество в виде этой вышки когда у желтого ее нету база занимается очень зеркальный я бы сказал у каждого по 4 базы тут каратель он скорее всего захочет здесь догрызть но здесь уже новый советский комбайн а тот старый судя по всему да он продается вполне возможно что даже это очень выгодно чем его чинить висе в эту воду прыгнуть я думаю здесь можно умереть тут слишком много на электричество так каратель по ходу сюда спускал инженера и перехватил вышку желтый теперь у них экономика почти вровень если бы желтый не строил еще один обогатитель здесь тут призывник что он в землю закутался что ли приземлился и закутался еще одна какая-то техника продается это очень удобно для советов да они могут продавать технику со стороны желтого мы видим операторы пк тесла очень хорошо против техники но не против серпов или тех же самых зону подрывников кого тормозит вообще непонятно разлили тархунтик но желтый желтый ну куда-то наступаешь ну вот зачем тебе это так что тут у него на базе на фиолетового фиолетовый тоже строит пока тесла и в принципе армии собирается в центре и армии примерно одинаковые у каждой сторон здесь строится обогатитель если что защитная вышка военная лаборатория от фиолетового и от желтого кажется будут апокалипсисы или фау 4 что-то из этого точно будет тот призывник путу вас подрывником выгоняет из здания из хаты из ночлега и фиолетовый решает сдать назад не уверены что с учетом того что эта база становится открыто это правильное решение или он все таки его собирается атаковать желтый вроде и уйти хочет и сгрызть обогатить или что-то непонятно происходит мне кажется он один танк молот потеряет все-таки нет пока что со стороны из любой команды нет никаких потерь первым умирает дрон и ломается богатитель обменять дрона подрывника на богатитель вообще-то очень хорошо особенно с учетом того что у него есть дополнительный богатитель кстати но фиолетовый тоже восстанавливает и тут ократиль производил подрывную деятельность он ломает ему экономику танк как всегда давить тут большая танковая армия из танков молотов д д танки молот и галиафы против воздуха а тут скорее упор на половину идет на пехоту потому что здесь есть пока тесла здесь призывнички о как и фау фау 4 пусковой комплекс со стороны фиолетово это значит что он может оказать давление но со стороны желтого выходит наташа это означает что из этого фау 4 можно выгнать пилота нафиг он ему нужен о нет наташа но не очень много хп поэтому она выживает желтый опять оказывает давление но фау 4 запускает ракеты поэтому желтый особо долго не задерживается здесь он уничтожает обогатитель еще раз желтый получать дополнительное преимущество у него на поле боя появляется танк апокалипсис наташа все еще строю разливается от архунтик это означает что отступать не получится придется либо идти ва-банк со стороны фиолетово еще наташа она умирает от пока тесла но со стороны фиолетово есть еще и апокалипсис танк куда свою очередь тут а фиолетов лучше чуть-чуть разменивать по крайней мере визуально так как-то половина армии просто стоит и ничего не делать и заезжает еще в токсичные воды зачем почему как очень непонятно наташа вы прям еле-еле выживает тут пока теслов разбрасывают и желтый отступает вообще он неправильно тут поддержать 3-4 вообще желтый как-то слишком пассивно играет он вроде приехал ломать лицо но он вроде и уехал друг друга закидывают фау-4 ракетами обогатить сломается да да сломается арки тоже была отправлена это уже сто процентов ломается богатитель тут восстанавливается энергостанция чтобы можно было заново отстроить тут зачем-то каратель просто в землю атакует вообще без понятия что в чем прикол тут каратель опять отправляет цена перехват на этот раз я увижу это все это дело и покажу вам да да тут и вот здесь достают да 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 тут два инженера пацаны одного чего зачем тебе второй ты поедешь дальше о нет почти почти но не получилось не портануло фау-4 оказывает давление на другую фау-4 по сути бесплатно забирает одну из ракетно-пусковых установок тот подъезжает каратели но голиафы не спят голиафы не спят они стерегут свою технику как мы видим армии примерно одинаковые но они совсем одинаковые тут есть дрон наверное он стилю где-то мы тут строится кран чтобы отчинить комбайн но комбайн большую прочность и запас имеет тот он решил перехватить эту но нет 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 заберут еще раз забирают инженера ой тут голиаф буквально распадать как элементарная частица беды обогатители все никак не может здесь построиться совет его строят строят но никак не построит дрон активизировался и как раз ловит мсц нет не ловит просто тормозит экономику а ну да ну вообще логично ее нет смысла задерживать потому что мсц успеет вернуться и тут сражение тут теряется одна фау 4 нету против воздушной техники антиэра нету ухты сколько кратили здесь ухты тут держа балькиров от фиолетово тархунчик разливает там на казарму мсц подъехал и тут битва уже танков апокалипсисов вот прикрутием каратели и желтый побеждает пока что побеждает он в этом сражении киров ничем не успевает сделать а тут фау-4 фау-4 освобождается вы это видели фау-4 запустила ракета и только потом начали и протягивать но она не выживает да там не выживает здесь дроны все-таки убивают одним карателем здесь все-таки дрон залезает в мсц и мсц поедет сюда чиниться это очень долго будет но него есть кран тут заезжает голиафы чтобы поломать кирову лицо и наташа которая уничтожает обогатитель плюха и богатили как и не бывало а теперь следом экран пойдет держа болен прям на совсем донышке живет и дрон съедает наташу дрон сожрал наташу мсц почти подъехал и здесь какая-то движуха воздушная каратели сломали вышку ну замен колорателем ломает лицо теперь позиции фиолетово будет намного намного лучше да у него мишки и голиафы по сути мало что он может сделать но у него есть один каратель хотя есть танк апокалипсис а против карателя есть голиафы о танк апокалипсис забирает свои объятия голиафа голиаф не выдерживаю не выдержал такого давления заблиток изыкается и дирижабль киров давай голиаф разменяйся на дирижабль киров давали красавчик перед смертью забрал все-таки его но теперь он не жилец к сожалению так молот также съедается апокалипсисом тут один апокалипсис защищает другой это очень умно потому что у него больше хп и вся армия по сути вкусит это пак апокалипсис у него есть четыре карателя еще один голиаф атакует каратели и все-таки желтых не выдержал и отказался играть дальше потому что ну на стороне фиолетово будем честными было преимущество небольшое но было преимущество ну судя по игре это две клетки как видите сражались они буквально с переменным успехом некоторых местах они выравнивались по постройкам так они вообще вровень шли по ресурсам также перемену успех и давайте посмотрим по эффективности 072 и 087 фиолетовым разменивался чуть-чуть буквально лучше и именно поэтому он был собственно лучше если вам понравилось это видео и выходить еще таких видео ставьте лайки поделитесь этим видео чтобы статистика на канале было больше лучше выше круче я это замечу по-любому увижу это и запишу еще один вилосик этим конечно понравится если не понравится то я не запишу ха 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 всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока пока